Меня зовут Настя, мне 19 лет, и я из города Сумы. Я очень долго шла, я прошла в сотку, и я ждала результатов в тридцатку, ждала полтора месяца, и я думаю, все, я не прошла, и начала искать себе работу другую. Мне предложили работу в Польше, и я согласилась, и тут у меня уже куплены билеты, я потратила всю свою стипендию на билеты в Польшу, и мне звонят за день до вылета и говорят, вы прошли в тридцатку. И я такая думаю, блин, я говорю, извините, я не могу. Я полетела работать, я подумала, деньги, наверное, важнее, заработаю что-то, и на проекте не факт, пройду я в пятнадцатку, не пройду, потрачу деньги, а могут выгнать, ну, я реально думала, что меня не возьмут в пятнадцатку. И я отказалась, но потом я так жалела, когда я смотрела с родителями топ-модель по-украински, я так жалела, думаю, блин, а я могла быть там, а я могла там сниматься, я бы то могла сделать. То есть мне было очень обидно, и когда объявили про второй кастинг, я первая, я заполнила раньше анкету, потому что у меня был образец первой, она мне уже была готова, я сразу заполнила, у меня даже было три анкеты. И я обратно пришла, и меня все помнят и говорят, а, это ж ты была на первом проекте, это ж ты отказалась, я такая, да, я отказалась. Мне, конечно, дали второй шанс, потому что сказали, что мы не даем второй шанс, человек, который подвел первый раз, он подведет и второй. И где гарантия того, что ты не подведешь, вот опять же, может, ты тоже откажешься. Я говорю, нет, я действительно целый год ждала, работала, набиралась опыта, чтобы прийти к вам на шоу. И она говорит, хорошо, я тебе даю второй шанс. И так я попала в пятнадцатку. Я снималась для журналов, я снималась для магазинов одежды польской. В Польше меня брали на показы, на показы по волосам, это был показ Матрикс, там тоже была реклама, ну, и одежду нам давали, и прически делали. Я занимаюсь модельным бизнесом с пятнадцати лет. Ну, у меня, я не профессиональная, так как меня родители не отпускали ни в Европу, ни в Азию. У меня все по Украине, и вот в этом году у меня получилось в Польшу выехать, потому что я хотела туда поступать. Получается, я начала с пятнадцати лет, и я пошла на конкурс красоты в моем городе, Элит Моделук. Ну, как я сказала, они все удивились на кастинге. Да ладно, типа такой кастинг, типа ты там была. Я говорю, у нас в Сумах оно было совершенно по-другому, не такое, не такое шоу были. Потом я пошла на Мисс Сумы, заняла призовое место. Потом в 2014 году я поехала на Королеву Украины, тоже заняла Народную Королеву Украины, когда я приходила на кастинг первый. А у нас как раз закончились съемки в Греции Королевы Украины. И мы прилетаем, и там, конечно, шесть девочек с Королевы Украины, мы все там встретились. Ну, мало девочек прошло, и вообще ни одна не попала в пятнадцатку. И я же такая, когда захожу первый раз, говорю, да, я типа народная королева Украины. Она, а где же твоя корона? Я говорю, да, нужно было взять, и она дома на полочке лежит. Я учусь в училище культуры и искусств на художника. У нас там очень разнообразное училище. Мы, нас учат с первого курса и ткать, и вышивать. Мы можем ткать ковры на тка... Ну, у нас специально есть такая рама, она сбивается. Потом мы умеем расписывать стекла. По дереву у нас была патракивский роспис. Нас тоже это все учат. Ну, у меня диплом, я делаю диплом в Левкасе. Это рельефный такой рисунок, который, ну, не плоский, а он рельефный. У нас есть живопись, рисунок, дизайн, композиция. То есть очень много, что дает именно развиваться. Что, ну, в многих сферах, я могу сказать, что в 19 лет я и вышивала, и ковры персидские училась. Ну, действительно, у нас было задание. Мы учились, это очень тяжело. И резьба по дереву, у меня три досточки дома стоит. Поступила я на такую творческую профессию, потому что я ходила 6 лет в художественную школу. До этого я вообще не знала, куда себе деть. Я и на танцы ходила, и на кружки разные ходила. И вот как-то в 6 классе я пошла рисовать... Ну, я приехала от бабушки, а у бабушки было очень скучно. И я рисовала с обоев рисунок такой, ручкой начала рисовать. Потому что телевизор не работал, детей во дворе не было. И я сижу и думаю, что делать? О, смотрю шторка. И я в блокноте ручкой рисую, перерисовываю вот эти ажурные цветы на шторке. И так у меня я приехала домой, мне был целый альбом. Мама такая, о, да ладно. Я из столы, ну, вот все я пыталась нарисовать. Меня отвели в художественную школу. Сказали, мы вас берем. И я так 6 лет отучилась. И потом мама говорит, иди на бухгалтера. Я говорю, нет, ну какой с меня бухгалтер? 6 лет отучиться в художке, чтобы пойти на бухгалтера. И я пошла. Вот в моем городе это единственное училище, в котором, да, ну, у нас вообще в городе нет ничего такого творческого. И это единственное, куда можно было поступить по профессии художник. Спасибо. Спасибо.